Привет всем, с вами Джексон и сегодня мы соберем простую схему, при этом она очень полезная. Эта схема для проверки конденсаторов очень простая, требует немного деталей. Дело в том, что у меня есть мультиметр, но, к сожалению, на нем нет функции проверки конденсаторов и часто, когда собираю всякие схемы, я не могу проверить просто конденсаторы и бывает иногда из-за этого проблемы, поскольку детали использую иногда достаточно старые. Схема простая, опять же, самое главное, это два транзистора, КТ-3107 и КТ-3102. Также тут у нас 4 резистора, 2 конденсатора и 2 диода. Схема, опять же, простая, питается от 1,5 вольт, то есть можно запитать от пальчикового или мизинчикового батарейки, как их называют в простонародье, или просто АА, или типа 3А. Ну, возможно, даже запитать от USB, если, допустим, поставить на вход специальное сопротивление, все буду паять вот на такой платке, буду его использовать в своих нуждах. То есть разбирать в эту платку не буду, постараюсь распаять более-менее аккуратно и, так скажем, надежно. Буду вот такой разъем использовать для подсоединения конденсаторов, думаю, его будет вполне достаточно для проверки. Нам тут, ну, схема вообще простая, то есть у нас тут и есть динамик, он без конденсатора, то есть у нас тут есть дощупа, когда конденсатор не подключен, он будет издавать, так скажем, сигнал на определенной частоте, когда он будет подсоединять конденсатор, если он нормальный, частота будет снижаться, если он ненормальный, частота либо останется, либо будет повышаться. То есть простая проверка, очень все легко. Компонентов, опять же, немного, все смогут без проблем с этим уместить на этой плате. Единственное, что у меня тут динамик нужно на 8 Ом обязательно в порядке. У меня есть вот такие вот маленькие на 4 Ома, их, так скажем, недостаточно. Взял такой большой на 8, это все для теста, потом я найду поменьше какой-нибудь и размещу его прямо на этой платке. И сразу же батарейку тоже на этой платке, как-то размещу, то есть, скорее всего, ее запаяю или, возможно, и какой-нибудь разъем тут пределы. Ну ладно, посмотрим, как получится. Думаю, тут работа буквально, ну, на минут 20 максимум. Для как вы паяете, компоненты все очень простые. У нас тут нужно два транзистора, КТ-3107, КТ-3102. У меня, к сожалению, КТ-3107 нету, поэтому я использую китайские аналоги. Вот есть только КТ-3102, и по маркировке у него вот тут вот такие вот зелененькие точечки, то есть, бывает разная маркировка, но если это в этом, то у него зеленые точки должно быть. А у КТ-3102, КТ-3107 должна быть голубая точка, к сожалению, они у меня закончились раньше были, сейчас уже нету, поэтому приходится пользоваться современными аналогами. Буду собирать на китайских транзисторов. Могу сказать название, но они навряд ли вам что-то дадут. Вот один Си-815, нет, не 815, а 1815, другой Си-1814. И один обратный, один прямой, то есть, обязательно порядки. Они ближе всего были друг к другу, поэтому я их и взял. Честно говоря, я не смотрел их не характеристики, не знаю аналоги ли они вообще или нет. Но попробуем это все собрать, думаю, получится. Единственное, что может быть частота будет немного другая, но эффект должен быть тот же, давайте все это пробуем собрать. В общем, я все спаял вот так, что у нас получилось, вышло достаточно компактно. Сделал я это специально, чтобы потом где-нибудь вот тут разместить будущий динамик. Вот так-то все выглядит сзади, может, местами некрасиво, а главное, это надежно. И, к сожалению, схема не работает, честно говоря, ее уже проверял, она не рабочая. И это, в принципе, очевидно, учитывая, что я взял со всей неподходящей транзисторы. Я когда собирал не гуглилых, то есть, не смотрел их не характеристики. Вот сейчас я проверил, оказалось, что эти транзисторы под эту схему абсолютно не подходят. Очень сильно их не коэффициенты отличаются от тех, которые нужны были. В принципе, очевидно, почему схема не работает, то есть, никакого эффекта, даже никакого, так, шума из динамика нету. Поэтому сейчас мы будем все это делать, переделывать. Специально этот момент показал, поскольку, может, это случится с каждым. Не расстраивайтесь, пробуйтесь, особенно у вас есть другие запчасти, как бы ничем особо не рискуете. Вот у меня есть еще несколько транзисторов. Возьму один оригинальный транзистор, который КТ-3102. И возьму один из китайских, попробую, потыкую разные, посмотрим, что у нас получится. Хоть один оригинальный у меня вроде есть, КТ-3107, к сожалению, у меня нету, поэтому такая вот трабла вышла. А так надо было бы найти аналоги, вообще в идеале, но, к сожалению, по-моему, у них нету, но хотя можно поискать. В общем-то, вот так у нас пока что это все выглядит, сейчас я буду это все дело перепаивать и пробовать с другими транзисторами. Я перепаял транзистор и теперь мы можем проверить в паял КТ-3102, который был указан в схеме, и вместо КТ-3107 в паял КТ-209, который примерно аналогичный, тоже прямой транзистор. Давайте все это подзеним батарейки на 1,5 вольта, типа 2А, подсоединяем, и у нас появился такой писк. Сразу же, извиняюсь, кому он неприятен, но этот писк, это норма, то есть при помощи этого писком будем определять, нормальные конденсаторы или нет. Сейчас все это будем проверять, начинаем с 1000 микрофарад на 35 вольт полярного конденсатора. У нас есть две такие контактные площадки, которым подсоединяем. А в деле лучше использовать щупы. Наверное, так будет удобнее. Тут нет никакой полярности, можно подсоединять, как хотите, то есть начинаем с такого конденсатора. Он новый, еще не раз не использовался. Подсоединяем, звук пропадает, значит, все нормально. Подсоединяем другими ножками, то есть меняем полярность. Тоже все нормально. То есть, если звук пропадает, значит, конденсатор нормальный. Звук должен либо пропасть, либо должна уменьшиться частота, то есть marine Boden. Кудти жутк院 подсоединяем. Конденсаторы неполярныя в сейчас 9-40- 0027-1,4 крапораты. Подсоединяем, звук пропадает, значит тоже все нормально Далее используем старый советский конденсатор на 100 мкФ На 50 В Подсоединяем, звук пропадает, тоже все нормально Далее еще один старый конденсатор на 220 нанофарад При этом чем меньше объема, тем меньше эффект на динамик будет То есть сейчас у нас звук не должен пропасть Как видите, звук не пропадает, просто уменьшается частота, значит конденсатор у нас рабочий И самое последнее, у нас вот такой конденсатор, он у нас заведомо испорченный Я специально такой выбрал И когда мы подсоединяем, звук вообще никаким образом не изменяется Значит конденсатор у нас мертвый При этом звук должен либо не измениться, либо увеличиться, чтобы определить, что конденсатор мертвый В нашем случае у него тут ножка отломана, и поэтому он сломанный В общем-то конденсатор не рабочий Выключу этот звук, а то он достаточно, возможно, кому-то неприятный Вот такой конденсатор, он не рабочий, и как слышите эффекта никакого не было на динамик Значит конденсатор плохой, потом паяет другой динамик, поменьше куда-нибудь вот сюда Вот такая вот схемка, всем советую, очень простая, при этом очень полезная Особенно мне, у меня на тест 3, опять же повторюсь, нету теста конденсаторов Оно вам пригодится, единственное что При этом помощи вот этого приблуда нельзя проверить объем конденсатора, это очень плохо При этом, что учитывая, допустим, вот у старых советских, со временем они просто высыхают, объем меняется И они уже просто не держат, ну не знаю, можно сказать, что ли заряд Поэтому все-таки объем тоже важная штука, лучше покупать тесты, наверное, уже С предустановленной функцией проверки конденсаторов, поскольку Часто бывает, что они вроде и рабочие, но уже заряд не держат как надо Поэтому, если вы желаете, используйте новые При помощи этой штуки может проверить, ли он рабочий, либо не рабочий, то есть тут либо дали, либо нет Ну, схемка достаточно простая, так спаял, поставил, сделал все максимально аккуратно, максимально, так скажем, надежно Все хорошо у нас получилось, в общем-то, компонентов тут немного, спаяет опять же каждый год Схема кому еще раз надо, то есть Схема очень простая, то есть, любой спаять сможет У нас при этом не нравится то, что У нас еще по мне тоже с таким образом подсоединять конденсатор, нет никакой полярности, это достаточно удобно Питается все это от одного и пяти вольт, я, скорее всего, сделаю так, что возьму куплю на рынке простую батарейку И ее наверху сюда впаять, включу куда-нибудь эту тумблер, то есть Просто вот как-нибудь надо не впаять, вернее, ее на термоклее как-нибудь, закреплю, чтобы Мог по необходимости проверять, то есть, чтобы, ну, не парил, сразу у меня была вот такая вот штучка, штучка достаточно удобная Я думаю многим, даже начинающим, она пригодится В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, вот такая вот схемка, всем советую, работает и, в общем-то, пока Субтитры сделал DimaTorzok